Привет, друзья! Меня зовут Алекс, и мы продолжаем бродить по замку Арамиса Стилдона и искать из него выход. Здесь у нас еще какие-то чудаки стоят. Я думаю, что они нам, в принципе, с вами даром не нужны вообще. Ни даром не нать, ни так не нать, ни с приданным, ни с чем нам их не нать. Они нам вообще не нужны. Хорошо, как скажешь. Вот это был расклад, конечно, в прошлой серии, в позапрошлой серии. Трещина в мироздании. Теперь, когда вы знаете тайну Далилы, вернитесь к Антону Соколову, тот ждет вас в шлюпке. Покиньте особняк. Туда-сюда особняк. Так, стоп. Ох ты, мать твою. А почему? Ох ты, елки-палки. Ты что сделал, дружище? Дружище, что ты сделал, а? Оглянись вокруг. Очередной рассыпающийся островок на самом краю бездны. Нет, он особенный. Здесь четыре тысячи лет назад мне перерезали горло. Здесь моя жизнь закончилась и снова началась. Здесь я был создан. Эта часть бездны кажется старше. Елки-палки. Вот это поворот. Аж волосы на жопе дыбом встали. До самого конца я думал, что смогу сбежать. Я боролся. На веревке лишь рвали мою кожу, пока я не обессилен. И тогда нож коснулся моего горла. И я понял, что ждал слишком долго. Кровь хлынула из раны. А я стал богом. Теперь ты знаешь секрет Далилы. На исходе своих дней она отправилась в плавание сквозь бездну и должна была сгинуть навеки. Но ее воли и коварства не имеют в себе равных. И? Она нашла это место. Остров посреди бездны, который сделал меня тем, кто я есть. Он изменил ее. А она нашла способ выбраться отсюда. И захватить власть. Так она типа как чужой сейчас? Далее теперь часть меня. И мне это не нравится. То есть, погоди. Что-то... Блин. Чужой здесь стал чужим. То есть, он был человеком? Чужой был человеком. Далила нашла это место. И тоже, что ли, ей горло здесь перерезали? Я что-то... Не знаю. Надо отдать должное, Далиле. Она оторвала кусочек себя И спрятала в изваянии. Она стала бессмертной. Если хочешь убить Далилу, Придется найти и вернуть ее душу. Выполнить это непросто. Но то, что последует, Станет труднейшим испытанием в твоей жизни. Вот он, этот долбанный ангел. Или как это можно назвать-то? Вообще какой-то... Блин. Эх. Вот он, Стилтон Арамиска. Вот он, один идиот. Второй идиот. Третий. Это слабоумный. Эту мы вылечили. Этот слабоумным-то по жизни останется у себя во дворце, во своем особняке. Этого мы грохнем. А это уже на том свете. Так что, все нормально. Да еще как, ни хрена. Сплошной тайне живем. Пройдите через пыльный квартал и войдите в особняк Арамиса Стилтона. Он хранит некие тайны Далилу. Верно, Павла оба потребуют чего-то взамен. Да и мы уж все сделали. Что вы меня обманываете-то, а? Обманывают меня еще. Подожди. А где вот эту срань с крыльями мне искать? Отдалила вот часть себя, затолкала-то. Она же должна была в особняке выйти. Этот странный день прошел, и теперь нужно вернуться на шлюпку, где ждет Соколов. А чего ты лицо прячешь? Собираешься открыть этот сучи замок Джин Даша? Удачи. Чувак. Но ничего не выйдет. Чувак. Там уже все обрыто. И ничего там не осталось уже. Нам же сюда, как я понимаю. Да, сюда. Вот сюда. Сюда. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Территория враждебная. А почему она вдруг враждебной стала? Здесь все мое. Стена моя. Все мое. И, кстати, появились... Появились навыки. Мы сейчас с Эммили с такими-то навыками по высокопрыганию. Вообще легко можем покорять любые вершины. Вот так вот. Опа. И на крыше. Вообще красота. Ну шо вы, черти? Так и спите тут. Странно, почему вот эта штука больше не работает. Потратили мы с вами две руны. На... На это дело. Я заслужил этих медалей. А он никто. И все молчат. Дождусь конца дежурства, пойду домой и буду в потолок. Ну да. Очень высокоинтеллектуально. Я всех Соколову в таком обличье приду. Эх, не успели мы. Не успели мы. Люди вроде герцога будут грабить, пока их не остановишь. Я думал, с кем он разговаривает. Как быстро? Да. Значит, Стилтон. Кажется, я не хочу этого знать. Шо, деда? Вы готовы? У меня от пыли уже в горле першит. Поехали, поехали. А че делать-то? Вперед! Да, дела с Паулу улажены. У Стилтона побывали. Можно отправляться. Дела с Паулу. Просто его тушку приперли. Несмертельный штурм у нас сейчас получился. Всего убито два человека из такой огромной толпищи. Вообще просто толпи. Просто толпи. Пляха. 17 обнаружений. Обнаружено тело 16. Как они их обнаружили? Подожди, ну они же даже тревогу не поднимали. Особые действия. Упавший балкон. Сырой подвал. Деньги, амулеты 3 из 3. Руны 3 из 3. Алтарей чужого тут не было. Картины 2 из 2. Чертежи 1. Короче, вообще все собрали. Все, что только можно было. Вперед. Вперед. Падший дом. Устранили важнейших сообщников герцога Абели. Поговорите с вашими союзниками о герцоге, прежде чем отправитесь в большой дворец. Герцог Лука Абели разрушил старый дворец. На деньги, которые пошли на постройку нового, можно было бы кормить весь Сирконус несколько лет. Это сооружение – знак презрения герцога к остальным. Монумент его собственному эго и заносчивости. Все, что герцог делал со своим народом, происходило под моей властью. Дануал был готов на все, лишь бы к нам текло серебро. Мне нужно пробраться во дворец, разделаться с герцогом и украсть душу Далилы. У герцога душа Далилы. Вот она где. Точняк. Точняк. Ты чувствуешь? Это ночь последняя. Скоро я растворюсь в небытии. Ты должна обрести покой. Я слишком задержалась. Найди душу Далилы. Заточи в эту ловушку плоти. Отпусти меня. Я не понимаю. Ты поймешь. Мы Далилу должны будем в сердце затолкать. Спасибо тебе за подсказку. Посмотрите планы с союзниками. Ну еще ли дневник напишем? По старой, по старо-новой традиции. Большой дворец. Пыльный квартал. В тревоге покидаю я пыльный квартал. Я помогла смотрителям и надеюсь, что все изменится. Что будет делать наместник Бирн теперь, когда Паулу ему больше не мешает? Ему предоставлена возможность вновь сделать это место пригодным для жизни. А этот воздух пригодным для дыхания. Надеюсь, он не ограничится одними лишь проповедями. Знаю, многие его убеждения отстали от жизни. Знаю, что чужой не выдумка. Но Бирн хотя бы искренне стремится нести добро. Как он его понимает жителям Карнаки? Как он его понимает жителям Карнаки? А, ну да. Закончится ли война? Сможет ли Бирн изменить к лучшему жизнь шахтеров и их семей? Надеюсь, я сделала правильный выбор. В свое время я слишком мало делала для защиты самых бесправных жителей империи. Это заметно даже сквозь завесу пыли. Тайна Далилы. Сегодня я пробралась в дом Арамиса Стилтона через разрывы в реальности и увидела действия бездны. Я видела одновременно прошлое и настоящее. Я многое поняла, увидев ночную встречу с герцогом три года назад. Я видела сеанс, на котором душа Далилы Копперспун была вызвана из бездны в наш мир. Видела, как ведьма Бриана Эшвард заключила душу Далилы в костяное изваяние. Скульптура, хранящая душу Далилы, была передана герцогу Абили на хранение. Теперь я знаю, почему Далилу невозможно убить. Она бессмертна, пока в ней нет целостности. Даже чужой этим обеспокоен. Это все, что мне нужно было узнать. Теперь пора придумать план. Да. Да, история обалденная, а счет просто пипец. Просто. Опачки, ответ от Вимана. Ответ от Вимана. Милая Эмили, твой гонец дал мне всего несколько минут, чтобы набросать ответ. Тщетно я со слезами на глазах упрашивал его рассказать, где ты скрываешься или взять меня с собой. Но я верю тебе. Хоть и не знаю, нужно ли мне на тебя сердиться или же рыдать от счастья, что ты жива. Похоже, морли на грани войны с Гристалем. Из Дануола до нас доходят странные мрачные слухи о солдатах из металла, женщинах, управляющих деревьями и китами в порту, поющими задом наперед. Женщины, поющие задами. Я ненавижу всех за это. За то, что строят между мной и тобой, не давая нам взяться наконец за руки. Прошу, береги себя, иначе не знаю, что со мной будет. Виман. Как романтично. Давайте хором пустим соплю. Ну что, Эмили. Давай-ка мы с тобой. Мы с тобой давай-ка отложим оружие. Они наверху стоят, что ли? Просто невероятно. Герцог живет в этом своем дворце и пьет кровь людей, которые его выстроили. Никто, никто до сих пор не устраивал на него покушение. Вот на этом Манда. Это наш портрет рисует наш товарищ. Наш друг Соколов. Антоха. Он всегда мог рассчитывать на поддержку банкиров и флота Дакола. Может быть, с нее он бы научился уложить своих тратейших педагогов. Страх оказаться на пласть хороший стимул для многих правителей. И сейчас мы эффектно появимся. Но елки, Эмили, ты все портишь. Вот так вот. Не ожидали? Вы готовы? Я была в десятках замков и сотнях особняков. Они все везде одинаковые. Не может же быть во дворце у герцога хуже, чем на приеме у Леди Брисби. Избавиться от Абеля — это еще не все. Вам придется найти вещь, которую отдала ему Далила. Вы молчите о том, что сумели разузнать в доме Стилтона. И это хорошо. В мире должны быть тайны. Дед, смотрю, в себя приходит. То, что вы сделаете в Большом дворце, на многие годы изменит жизнь Карнаки. Не забывайте об этом. Я сделаю, что смогу. Я понимаю, Карнака сейчас на грани. Когда все закончится, надо будет о многом подумать. Да. План очень скромный, очень непонятный. Падший дом. Естественно, почему он падший? Ага. Надеюсь, я был вам полезен. Приносить пользу приятно. Особенно сейчас, на исходе жизни. Что-то грустные вещи он такие говорит. Антоха. На исходе жизни. Мы же еще будем жить. Не тужить, чьи гонять. Ну что? Что, Антоха, ты что? Что? А почему не показали Пьеро Джоплина? Его убили или что? Почему про него даже ни слова не было? Кроме того, что Соколов вместе с Пьеро Джоплином и этим самым Джиндешем что-то там изобретали. Что, Меган? Готовы навестить герцога? Да, а что делать-то? Вперед. Я думаю, уже черных этих-то магазинов не будет. Большой дворец. Герцог Лукабелли заботится только о собственных интересах. Именно он устроил переворот. Приоберитесь в Большой дворец, найдите герцога и устраните. Помните, что для защиты от покушения герцог держит во дворце своего двойника? Кроме того, вам предстоит найти душу Далилы Копперспун. Только так вы сможете совладеть с ее бессмертием. Вот так. Офицеры отлично фехтуют и стреляют. В бою с ними соблюдайте осторожность. Да не будем мы с ними биться, надеюсь. Не трупный хвост, я надеюсь, мы здесь не... Герцога есть двойник, он якобы должен запутать убийцу. Моя приятельница, дворцовая прачка, говорила как-то, что двойник курит. Может так вы сумеете его отличить от Луки и поговорите с ним? Она говорила, он славный малый. Вот же даряная работа. Притворяться сраным тираном. Не то слово. Да. Тоже полезный, так сказать, опыт. Отлично. Когда устраните Герцога, найдите и заберите то, что отдала ему Далила. Когда закончите, я подберу вас на шлюпки. Хорошо, спасибо, Меган. Знакомая Меган Фостера, она работает в Большом Дворце. Она говорит, что двойник Герцога, как кажется, курит. Кроме того, он гораздо приятнее в общении, чем сам Герцог. И, собственно... Собственно, все. Мы, по сути, здесь вообще можем просто скакнуть вот так вот туда наверх и все. Для тех, кто не умеет прыгать, здесь цепь натянута. Мы-то умеем. А вот эта штука здесь работает. А-а-а, все, ее нету. Ай-яй-яшки, ай-яй-яй. У-у, руна. Руна. Амулет, амулет. Ага, сердце не покажет нам, где Далилина Хероина находится. Ну, красиво как, а? Как мы вообще ловко все это дело делаем-то, а? Как у нас все прям прет. Нормально вообще. Что здесь у нас? Инжир, давай, съедим. Остальное пусть лежит. Гристольское яблоко. Огромное такое яблоко. Огромное такое яблоко. Это долбанные корабельщики. Что здесь мы можем увидеть? Иди сюда. Я тебя захаваю. Хм. А для чего? Кусок рыбы. Кусок рыбы. А для чего мне кусок рыбы? Деньги. Класс. Этот уровень бляха просто огромный. Он просто гигантский, а? Интересно, а вот этих чертей боятся, нет? Чуть не охрана, нифига. Чуть не охрана, нифига. Шурин хотел подписать меня в шахтерскую бригаду. А я не хочу сдохнуть под землей. Что, ребятки, у вас тут, значит, черный рынок, да? Ну-ка. А что тут у нас? У нас тут товар или что? Дружище, у тебя ключ? Нет. У тебя ключ? Нет. А у кого ключ? Там аудиограф. Мое почтение. Как его включить? А не получится. Привет, привет. Это, походу, товар с черного рынка. Подольше. Ноги подключить. Да никому не пожалуешься. Наверх туда смысла нет никакого залазить, да? А вдруг есть? Или нету? Или есть? Или все-таки правда нету? Или есть? Да нету никакого смысла. И зачем сюда вообще залез? Странно. Да не совсем понимаю. Это квартира. Везде пылища, спасу нет. Если чего увижу, сразу побегу. Нет. Сначала дорогу, забегу. А здесь зачем мы сюда залезли? Что здесь-то? О-о-о. Есть. Купи новые. Как Эмили на пиках-то сидит комфортно. Бульвар Равина. Помоги мне, если можешь. Ты же, как и я, издалека откуда-то. Верно? Вот добрая душа. Давай-ка я тебе кое-что расскажу. Конечно, поведай. Неподалеку отсюда. В камнях за фонтаном есть одно место. Люди всегда там оставляли приношения. Там у меня видения и начались. Сам-то я туда больше не хожу. А тебе заглянуть не помешает. Хорошо. Спасибо. А отметочку ты мне почему не сделал? Сведения двойник герцога Геля нету. Истории, карты, сведения. Предметы мне не нужны. Петвимана. Дневник. Не. Недалеко отсюда. В фонтанчике. Они сказали это колдовство. Сожгли мои книги. Били меня по башке до тех пор, пока никаких видений не осталось. Можешь себе представить. Я давным-давно здесь жил. Зачинял стихи. Писал песни. А какие у меня были видения. Черные океаны. Киты в небесах. Я на самом деле не совсем понял, на каком он фонтанчике, говорю. В принципе, нам сердце подскажет. 13 метров. Сейчас мы быстренько это разоблачим все дело. Ох! Что за негодяй так трубу высоко сделал? Эмили? Не подводи меня, Эмили. Не подводи меня. Он запрыгнет и может быть, а? Ну что ты такая несерьезная? Я что-то забыл. У нас же есть вот это дело. Ёлки-палки. Как я вообще упустил это из виду? Вот здесь у нас и лежит амулет. Чёрный амулет. Почему его взять нельзя? Потому что он в тисках. Теневое восстановление. Тоже что-то интересное, наверное. Лёгкая тень восстанавливает здоровье. Серьёзно? Подожди, а что за лёгкая тень? Когда мы прячемся или... А, нет. Когда мы в тень превращаемся, здоровье восстанавливается. Ну, эта тень маны очень много тратит. Это как бы не особо выгодно, проще всяких овощей и фруктов поесть. Причём вот этот значок, это именно фонтанчик, наверное, и есть. О котором он нам говорил. Потому что это именно алтарь. Здесь мою кость-то мы, видать, на заберём. Опять я не про хер чужого. Что, что хоть? Так чужого-то любите. Обсуждать. О. Умудрился я всё-таки более-менее правильно сказать. К дворцу. К дворцу, так. Фу. Какая мерзость, вы чё? Шонт не умеет найти общий язык с начальством. Подхали. Так. И сюда. Красота. Серебряная табакерка. О, мы здесь... Чё-то на скит не берёшь. Носки тоже продадим. Веернул. И замызганный толкан. Закрой. Ух ты. Очиститель воздуха. Аристократично. Аристократично. Розвайн. Печечка. Всё красиво. Всё хорошо. Прямо. Проклятие. Что тут происходит? Сейчас побегут сюда, уроды эти. Побегут, да, или нет. Или нет. Или да, или да, или нет. Ты не сможешь прятаться вечно. Смешно, конечно. Но вдруг она прямо сейчас читает письмо. Вот это дерево. Да, это... Это ещё надолго. Так, вот там амулет, там амулет. Там руна, там руна. Пробуем туда. Снова эта сова. Да, да ещё и над головой вешать такую страсть. А из ума позыхали. Значит, мы сейчас сюда потихонечку. Пыль вот этих нытиков. Открывай. У меня есть кот, но он на корабле. Кот. У вас есть кот, либо вам здесь не место, и никаких исключений. У меня приказ. Приказ? Открывай, сука. Открывай. Не открою. Вы зря теряете время. Кот от чёрного входа. Вот кот от ворот на переулок. 2-5-4. Не забудь пароль, не то я не открою чёрного хода. Вот от чёрного входа. А, всё ещё раз швартуетесь в другом месте. Ты привлекаешь, не нужно внимания. Бл-бл-бл-бл-бл. Не знаю пароля. Всё понятно. Что это было? Что это было? Вот это мощно было. Пустая бутылка, эликсир. Крыска. 2-5-4. Не, не в этот раз. Такое нельзя пропустить. Ммм, мы к этим чудикам вернулись. Сейчас получится. Нет, вот ты блюдо. Я за комиками. Тут кто-то есть? Я поищу. Что? Увидимся. Сейчас мы взломаем эту лодку. Какого члена она открыта оказалась? Внимание, судовладелец. Настоящим уведомляем, что ваш груз конфискован гвардией за неуплату портового сбора и иных задолженностей. Если решите заплатить, то найдёте меня и моего сотрудника в квартире сразу перед пропускным пунктом со световой стеной по пути к Большому дворцу. Ищите предметные манекены на балконе. Советую поторопиться. Через несколько дней ваш товар будет продан для покрытия наших расходов. Капрал Ривера Ферос, гвардия Сирконоса. Зашивись. А в чём прикол? Ключ от корабля доставки. Нифига, они лодочников убили. А за что? Что за беспредел здесь творится? Ребята, это ужас какой-то. Просто убивают невинных людей. Чекпоинт. Так. Лайт Вол. Ага, вон она, Лайт Вол. Ты где? Акала. Я чё-то не вижу ни хрена. Уважаемый желудок, я получила вашу заявку и согласна, что уже давно пора бы перекусить. К сожалению, мы на дежурстве. Я свяжусь с вами, как только получу новые данные. С уважением. Вы там что-то слышали? Просто хочу убедиться. Ну-ка. Убедись, давай. Она убедилась. Она, кстати, молодец, что пошла убедиться. Вот, вышку бы нам эту перепрограммировать, это было бы шедеврально. Мы сейчас ещё просто замечудненько сделаем. Положим её вот сюда. И всё, и никто не найдёт. И даже если она очнётся. Короче, сейчас она в тюрьме в нашей. Жаль, что болта перепрограммирующего нет. Было бы вообще шикарно. Прискобелая-белая. Класс. Класс-класс-класс. Так, тут дядька этот сидит. Ладно. Ищите белых манекенов, значит, да? Так, вот он, дегенерат тут стоит. И правда, стадо дегенератов. Мы, кстати, с вами вообще так чётенько пришли. Рядом есть руна или амулет, но шикарно. Стрёмненько. Найти общий язык с начальством. Подхали. Здесь что-то не то. Стремненько. Их бы не хотелось убивать Наверное А там посмотрим Есть у нас скорее всего улица Нет, не улица, квартира какая-то маленькая Маленькая задрипанная квартирка Ха-ха Ха-ха, вон на та вышка Интересно, будет считаться, если мы ее перепрограммируем? Будет ли это в счет идти в счет убийства нашими руками? Записка для матери Люсии Пастор Мама, пожалуйста, не сердись и выслушай меня Я знаю, что ты приходишь ко мне домой и наводишь порядок Я уверена, что ты хочешь как лучше, но прошу тебя, перестань Я сама приняла решение переехать в пыльный квартал Так я буду ближе и тем, кто нуждается в моей помощи И по другим причинам Но я не хочу о них говорить, чтобы тебя не расстраивать Я в любом случае не вернусь в дворцовый квартал Я поручу кому-нибудь продать мою квартиру вместе с мебелью Знаю, ты такого будущего не хотела для меня Но я такая, какая есть И не трать время на сватовство Я не собираюсь замуж И совсем не желаю тебя огорчать Постарайся понять С любовью, Люсия Вот так вот Люсия Железки А это мы читали с вами Вышку-то мы отсюда точняк с вами сломаем Дверку закрываем Ой 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 Поджигатель Это уже интересно Опять это убиватели Всякие поджигатели Убиватели Радиус зажигательного болта Немного больше У меня их нет Чтобы, блин, радиус их увеличивать Ну что, друзья Вышку-то мы пойдем с вами взламывать Но в следующей серии А на этом закончим сегодняшние похождения И встретимся с вами в следующей серии Это автология такая По сто раз повторил Ну и ничего страшного Такое тоже возможно Благодарю вас за внимание Не забывайте подписываться на канал Если вы еще не подписаны Нажимайте колокольчик И вступайте в паблик контакт И пишите свои комментарии Ставьте лайки И увидимся с вами в следующих сериях Прохождения игры Dishonored 2 Других прохождениях Трансляциях И не забывайте также посещать Раздел плейлистов на канале Всем удачи и пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok